Масштабный ремонт школ на старте. Серьезной реконструкцией в этом году подвергнут две школы. В управлении образования администрации города уверяют, что успеют до нового учебного года. Но работы начались пока не везде. Это моечный цех продукции. Одной продукции будет. Здесь моечный цех другой продукции. То есть, согласно требованиям Фонтина, будет все здесь построено. Даже здесь предусмотрено помещение для работников столовой. Любовь Константиновна, директора 10-й общеобразовательной школы, показывает, какой масштабный ремонт развернулся в ее владениях. В школе почти 45 лет. И за это время столовое заведение устарело не только морально, но и технически. В прошлом году нам было замечание предъявлено Роспотребнадзором. И вот в рамках реализации этого замечания в этом году выделены средства. Для соответствия современным нормам пришлось полностью переделывать все помещение. Снесли старые стены, уже возвели новые. Всего в этом году на ремонт школы различной степени сложности выделено более 200 миллионов рублей. В этом году, в любом случае, с моей точки зрения, более планомерно идет работа. Мы торги, 90% торгов уже отыграли. И муниципальные контракты заключены. Работа не начинается, потому что там дети в учреждениях. И начали уже готовить документацию на остатки. Остатки от торгов, остатки от сметной документации. Каждое учебное заведение само устанавливает сроки начала работ. Но закончится все они должны к 1 сентября. В этом году свои двери распахнет новая школа в авиагородке. Напомним, строить 11-ю школу начали в прошлом году. Сейчас новое, просторное и современное здание почти готово. Идут отделочные работы. В начале июля учителя уже начнут осваивать новые кабинеты.